котопёс дома пуся ты котопёс какой важный с копеечкой видали так не каждый может дома пусть и скажи а я могу вот так видали как мы лапками умеем у нас распустился японский пион такая красота у нас вовсю вовсю весна деревья вот уже почти зеленые стоят красота люди балкона уже украшают зелень ставят супер а мы идем в центр прогуляться возле вот этих двух домов но это один дом но на два хозяина всегда такая красота они сюда нанимают я видела как-то рабочих которые ухаживают за этим специально всем привет у нас снова выходные мы снова идем прогуляться в центр погода замечательная так и говорит чего сидите дома идите гуляйте и мы решили пойти все уже такое зеленая такая приятная зелень она еще такая свежая такая нежно-зеленого цвета все даже не полностью он листья распустились вот здесь на углу перекрестка здание было старое в общем строят на этом месте новое здание какое-то злое может быть не знаю что конкретно там строят прошло буквально пару месяцев посмотрим что здесь будет стоять через полгода я думаю через полгода это уже будет полноценное здание посмотрим мне поступило предложение чтобы я прогулялась по какому-то другому району города показала другие места и я думаю что я сегодня вечером последую так сказать этой просьбе и пройдусь по району вот сзади меня видите вы или нет пройдусь там и покажу как живут богатые люди район играемся вечером смотрите насколько теперь вода опустилась а была она вот где мама идет вот так высоко она поднималась в некоторых местах даже выше по моему ужас я представляю какое что испытывают сейчас люди в россии в казахстане где там такие ужасные на воду на было конечно недавно я смотрела видео присылала его нам мамина сестра тетя моя из под кустаная они живут там и они показывали насколько у них разлился табол домом река у них там таболы как сильно их наводняет что дома уходят прям под воду ужасно просто не дай бог такое поэтому то что было здесь у нас это просто цветочки по сравнению с тем что там происходит сейчас хочу показать посмеяться вместе с вами написано бит ретендо айс флеши фоботн это означает что заходить на налет становиться налет запрещено то есть нельзя ходить по льду на извините когда у нас здесь я тут уже почти 20 лет живу был лед никогда отвечаю я вам ну вот наверно потому что обязана так написать на на когда-то такое было вот и написали смешно как интересно разрисован мост это не просто какой-то там граффити это прям полноценные красивые картины а нам сюда столько много народа уже на улице все по выходили потому что тепло красота мы вот здесь сейчас поднялись мама ждет мы опять в нашем любимом из галереи сейчас зайдем в магазин в котором я хотела поменять брюки и покажу вам какие я купила вон он сейчас туда пойду вот он этот магазин джинс фритс очень люблю этот магазин я уже говорила в нем простые вещи для носки так сказать каждый день но в них есть какая-то не знаю изюминка что ли и они недорогие кстати вот такие вот тоже можно было бы взять не длинный ой ну да не длинные 7 восьмых с таким манжетом класс мама уже что-то увидела симпатичная футболочка да мне бы такая дошла да вот надо будет взять таких потом пару штук но не сейчас следующем месяце может тут вот и синяя такая есть ухты каким ярким становится через камеру они немножечко потусклее цвета да и вот шестнадцатю раз классно а вот такие вот мне нужны да я люблю вот такой вот формы и такого цвета надо будет потом посмотреть на лето бежевые 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 будут классно и недорого стоят они 30 евро ну пойдет и курточка джинсовая такая симпатичная у меня джинсово тоже нет да все классно он там впереди висят и вот хорошие джинсы 40 евро ой они широкие внизу у меня проблема вот в этих местах мне всегда узко я хожу много поэтому здесь у меня нога такая ну пошире и вот в этих местах мне всегда узко вот эти мне кажется будут прям сама то надо будет померить ухты а плащики такие мам вот они висят штаны классный такой плащик да вот такой вот надо будет купить тоже что он стоит есть еще и вот оливкового цвета тоже класс 60-ой рам нормально остальные вот но такие вот только я взяла розового цвета вот такие вот я взяла брюки но они правда здесь не очень сама мама хочет вот такие зеленые взять покажи мам вот такие но они я вижу что на камеру они выглядят не так как на самом деле такое качество материала у них классно вот видите так как мне нужны джинсы я решила что посмотрю себе еще одни и вот под этим вот возьму симпатичное вроде то есть это может носиться как 7 восьмых или можно совсем коротко сделать как хочешь потому что здесь есть такие вот узор в общем на подкладе там смотрится красиво или вот так или так ставим лайк еще здесь есть вот такая бабочка заиграла сирена и нам говорят срочно помните помещение не удалось мне купить сейчас нужно найти куда пойдем туда я надеюсь сейчас не начнется паника я надеюсь что это просто учебная тревога но такого еще не было никогда дома первый раз такое что первый раз такое раньше такого никогда не было я думаю что самое главное без паники мы просто должны быть и все но вроде все сохраняют спокойствие паники по моему нет ну все спокойно себя ведут ну у меня немножечко мандраж у меня немножечко мандраж немного страшно жалко что я не успела купить джинсы которые мне понравились но зато я знаю я потом приду их куплю говорят что нельзя пользоваться лифтом помогите бехиндертон все стоят на улице интересно запустят нас потом или это действительно но я ни разу не попадала на такое учение все выходят сколько народу вышло обалдеть с ума сойти это все отсюда и идут и идут интересно что же произошло нам не сказали нам просто объявили что мы должны покинуть здание и вот сколько нас оттуда вышло а там все еще происходит что-то скорее всего это все-таки учебное просто мы ни разу не попадали на такое это вы представляете на какое событие я попала вот это наш эмс галерей выгнали ничего конкретного не говорят вот выходят последние люди наверное те кто не поверил что на самом деле что-то происходит там уже никого нет ответственные за такие мероприятия проверяют все ли вышли интересно нам что-нибудь объявят или просто закроют двери и все вышел мужчина сейчас наверно будет что-то объявлять или это тоже покупатель был это наверно тоже был покупатель ну вот нашли последних неверующих которые думали что это все шутка или вообще даже не поняли и не услышали толпучки не было никто никого не задавил никто ни с кем не ругался все довольны у нас на работе на дхл часто такие мероприятия проводятся закрывают уже что-ли все закрывают все стоят и ждут в надежде что или расскажут что случилось или запустят снова мне кажется не посчастливится нам сегодня узнать что произошло но люди надеются я думаю что это все таки учение потому что никто не расходится и нас не выгоняют принципе люди стоят позволяют нам стоять здесь ждать просто ждут когда будет отмена я так думаю мы тоже когда на работе выходим когда у нас проходят такие учения пожарные тревоги мы собираемся на определенных островках на парковке у каждого аптайлинга у каждого отдела свой островок мы собираемся стоим там и ждем когда нам скажут что все учение прошло успешно и мы можем заходить а вот молодые люди думают что мы просто так вот стоим и решили то а мы пройдем собачка какая брандшутсхель помощник пожарного ну то есть это люди которые должны следить чтобы вот так вот все мирно без происшествий без каких-то злоключений покинули помещение и все прошло гладко для этого нужны вот такие брандшутсхельферы помощники пожарных ну такое обычно длится минут двадцать минут через двадцать нас должны уже запустить вот а еще может быть что просто кто-то случайно задел анлага анлага не знаю как по-русски будет анлага но все равно в общем кто-то может быть что-то повредил и пошел сигнал вот и все пожарная не приехала это говорит о том что скорее всего это просто учеба хотя у нас на учебу приезжают пожарные а вон и пожарные ходят мне почему-то везет последнее время на пожарных это уже вторые пожарные за последние два месяца они поднимаются наверх значит все таки что-то произошло потому что пожарные идут наверх и с ними какой-то представитель руководитель возможно какой-нибудь ляйтер ну ляйтер это и есть руководитель в принципе он ведет их наверх я так понимаю так они идут дальше у них план план здания я так понимаю они ищут где что произошло скорее всего вот они нашли шальтер скорее всего просто кто-то чем-то туда бабахнул может быть даже кто-то из детей побаловался вот они нашли по плану это место и все сейчас наверно запустят уже ну все наверное сейчас будут запускать ну как я уже говорила у нас такое тоже бывает в общем сказала помощница пожарного что просто сработала кнопка тревоги кто-то видать нажал может быть кто-то из детей побаловался как я уже предположила поэтому я думаю что нас уже скоро запустят и я успею купить джинсы которые я себе посмотрела вон они уже по лестнице по эскалатору поднимаются наверх я думаю что они ничего не нашли и нас сейчас уже будут запускать ну все слава богу нас начали запускать все довольны все рады по-моему сейчас наоборот все друг друга позадавят нафиг что-то все так ломанулись да я сейчас пойду быстро куплю все-таки джинсы которые я хотела и пока на сегодня я наверное буду заканчивать с этим видео ну то есть я не имею ввиду что совсем просто я вечером пойду еще как обещала прогуляться показать другие районы маме тоже дали цветочки ура Нарциссы По какому поводу раздают, не знаю Но приятно Такие прикольные нарциссики Посадит мама в горшок на балконе А мама купила себе вот такие вот красивые шуи Рикер за 67 евро Мы в общем довольны, счастливы С покупками Отправляемся домой Я, как и обещала, собираюсь пойти показать другой район И вот маме занесу ее нарцисс Она забыла его у меня После прогулки она заходила ко мне Ну и сейчас пойдем посмотрим другой район Все, все Светочек отнесла Идем на прогулку Мы на месте Сейчас пройдемся по улице Туда вот направо Посмотрим Какие красивые дома там стоят Кстати, по поводу сегодняшнего происшествия в торговом центре Это не была учебная тревога Это кто-то из детей Нажал на кнопку Забыла, как называется кнопка В общем, на тревожную эту кнопку Которая есть везде Кто-то разбил ее И нажал Что, типа, как пожар Кто-то из детей Поэтому ничего страшного не произошло Просто нас Выкинули Из магазина На какое-то время Потом запустили обратно Вот смотрите, какие Какие огромные дома Красивые Деревья рядом стоят Сейчас погода 22 градуса Смотрите На самом верху Гнездо Интересно Я не знаю Мне кажется Я здесь уже Один раз проходила Я не уверена Вот тоже Смотрите Какой огромный дом Ух ты Да Здесь, я так понимаю Живут Обеспеченные люди Вот тоже еще один Смотрите Красота Специально иду По правой стороне Чтобы сбоку Лучше было видно Смотрите Супер Пройдемся на вертку Еще Вот оттуда мы пришли Пройдемся Наверное Еще по этой улице И на сегодня Наверное Съемка будет Закончена Возможно Я еще потом В другой день В какой-то Схожу на какую-то Другую улицу В какой-то Другой район Может быть Проедусь На машине Вечером Под освещение Фонарей Посмотрим Вот по правую Сторону Тоже Интересный Такой дом Стоит Туда дальше По улице В основном Все Старые дома Я так думаю Там вперед Пешеходная Дорожка Для пешеходов И велосипедистов Здесь так пахнет Каким-то Растением Непонятно Каким Не могу понять Но очень вкусно Пахнет Вкусно Пахнет Ну я не знаю Туда мы Наверное Дальше Не пойдем Потому что Город Там заканчивается Вокруг Обходить Наверное Будет Очень далеко Дойдем До столба И посмотрим Что там Скворечник Висит На дереве Скворечник На молоденькой Яблоньке Шли Шли Куда-то Пришли Непонятно Куда И вот это Дерево Так пахнет Вкусно Смотрите Какие цветы На нем Мы пришли В Кану Клуб Райна Ааа То есть Здесь Вокруг По вот этой Дорожке Можно Выйти На Эмс Как мы Ходим Как мы Ходим В центр Надо же Интересно Стоят Приспособления Для лодок Я здесь Ни разу Не была Получается Мы сейчас Сделали Круг Откуда Оттуда Оттуда Мы пришли Вот так Вот Вот сюда И там Мы сейчас Выйдем Где мы Обычно С мамой Спускаемся К речке Чтобы Чтобы в центр Пойти Такое Старое Здание Сколько Ему лет Там еще Дерево Сверху Оно Вообще Рабочее Кану Клуб Райна Рыбаки Сидят Везде Со всех Сторон А вон Едет Партибот Мы просто Обошли Вокруг Я здесь Как я уже говорила Никогда не была По правой стороне Тоже Сидят Рыбаки Вот Он плывет Видите Я уже Его Не догоню А там Впереди Мосты Кому-то Весело Кричат Уху Говорят Но я уже Не пойду Никуда Больше В другой Район Потому что Ну потому что Я уже устала За сегодня Такой красивый Вечер Тепло Вот За речкой Там еще Тепло Какой чудесный вечер Такой приятный, тепленький ветерок Очень жаль, что это только один день в одном месяце По крайней мере в ближайшую неделю только один такой А завтрашнего дня уже опять будет 16 градусов, но это маловато На этом я заканчиваю свое видео Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте И до встречи в следующем выпуске Всем пока-пока!